Приветствую вас. Интересно, что вы задаете вопрос, как бы даже не вопрос, а запрос. Вы говорите, помогите с ситуацией. Скажите, пожалуйста, а как? Вот как вы думаете, психолог может помочь человеку, ну, например, вам? С его ситуацией. Как он может это сделать? Например, вот, ну, просто, просто, чтобы вам самой подумать, какой помощи вы хотите. Понимаете, потому что то, что вы написали, то, что вы написали, довольно глубоко вас сидит. Я поясню почему. Смотрите, то, что ваша мама с вами делает, ну, унижает вас, там, иногда бьет и так далее. Это, как вам, в принципе, уже правильно сказала моя коллега, это вследствие ее свидетельства, ее неблагополучия. С этим сложно спорить, ибо, по большому счету, так оно и есть. Но, но, ваша мама допустила ошибку. Ошибка в том, что она, как бы, проецирует свои неудачи на вас. Это неприемлемо для человека, который, ну, вроде как, имеет ребенка и, вроде как, несет за этого самого ребенка ответственно. Поэтому, поэтому, первое, что вам нужно понять, это то, что ваша мама, она элементарно не справляется с своими родительскими обязанностями, и вам нужно стараться менять к ней свое отношение вообще. То есть, смотреть на нее сейчас больше не с позиции ребенка, как вы на нее смотрите, а больше, наверное, все-таки с позиции человека, с такой общечеловеческой позиции, скажем так. Это, вот, куда более верное направление в плане восприятия. Вот. Но, другой вопрос, можете ли вы это сделать? Другой вопрос, есть ли у вас для этого ресурсы, чтобы воспринимать ее так? Это, вот, на мой взгляд, куда более серьезная проблема. Это первое. Это первое. Второе. Вы говорите, что у вас плач, значит, вы боитесь, у вас закреплены в результате отношения, ну, вот такого отношения к вам, вашей мамы, у вас в результате этого выкрофлены определенные представления о себе. Что не является адекватным и правильным. И эти представления о себе, но для меня. Чем быстрее, тем лучше. Обычно эти представления называются комплексами и происходят они из, то есть, среды, которая, которую, точнее, создает ваша мама, вам вполне возможно сама этого не желает. Она может этого не прекратить, но она, тем не менее, это все же делает. И здесь важно понять, что все эти представления, которые у вас сложились, например, о себе, это все представления вашей мамы о себе. То есть, перенос, фактически, своего отношения к себе на вас. Вот это то, о чем вам обязательно, в обязательном порядке, нужно также подумать и с этим работать. Ибо это очень важный момент, если мы говорим о том, чтобы вы меняли ситуацию. Далее. Далее вы пишете о том, что, значит, вы плачетесь, боитесь громких звуков и так далее. Это довольно тревожный знак. У вас вполне возможно есть определенные фобии, у вас вполне возможно есть определенные страхи. За траками тоже нужно работать. И это, к сожалению, не то, что меняется вот за какой-то такой, знаете, небольшой срок. То есть, это работа с психологом. И эта работа с психологом, так или иначе, она какое-то время займет у вас. Ну вот, без работы с психологом сложно. Сложно будет вам какие-то вещи в своей жизни поменять. Я бы прям вот хотел, чтобы вы это постарались как-то вот для себя уяснить и понять, что вот помочь ситуации ей, как вы говорите, вам можно только путем последовательной работы над собой. Вашей. Да, с помощью психолога, безусловно, с помощью психолога, но это ваша работа. Вот только так можно вам ситуацию переделать. Далее, вы говорите, что бросить маму и переехать одной сложно, но она останется одна. Возникает резонный вопрос. Ваша мама откровенно вам вредит. Так? Из-за нее вы уже боитесь там звуков громких, из-за нее вы пугаетесь каких-то вещей, из-за нее вы плачете постоянно, да? Все так далее. И тем не менее вы не хотите, тем не менее вы не хотите от нее уезжать. Возникает вопрос. Почему? Вы как бы говорите, что я не желаю менять свою ситуацию. Вы как бы говорите, что я не хочу, чтобы она была другой. Вы как бы говорите, что я хочу что-то сделать. я хочу что-то поменять, но я не хочу ничего делать. Понимаете? Из этого я делаю вывод, что вам, так или иначе, ситуация, в которой вы находитесь, чем-то полезна. Она несет вам какой-то комфорт. вам в этой ситуации, при всей ее неприятности, при всей ее тяжести и так далее, вам в этой ситуации хорошо. Вы эту ситуацию менять пока не готовы? Возникает опять же вопрос. Если вы не готовы менять ситуацию, как тогда вы хотите, чтобы мы вам с ней помогли? Если вы сами ситуацию менять не готовы, по вашему опять же мне мнению. Ну вот как? Это вопрос очень интересный. Помимо этого, помимо этого, у меня есть подозрение, у меня есть подозрение, что вы просто боитесь. Вы боитесь вот меня в ситуации, потому что для вас это что-то неизменное. А вы, находясь под все же определенным гнетом своей мамы, вы же все-таки привыкли к тому, что вами, условно говоря, вами управляют. За вас все решают. Эта мама у вас такая довольно сыробая женщина в этом плане. То есть получается, что вы испытываете тревожность. Понимаете? Вы говорите, что мама бросит, я не могу, она останется одна. Вы как бы проявляете о ней заботу, но при этом вы же взрослый человек и вы понимаете, что какая может быть забота о человеке, который о вас не заботит. И вы понимаете, что вам нужно сделать выбор. Либо вы все-таки с мамой остаетесь и вредите себе дальше. И никакой тогда личной жизни вот никакого развития никаких значит ваших личных совершений у вас не будет. Потому что вы будете подчинены маме своей. либо вы все-таки делаете выбор в пользу себя и работая со страхами, а с ними можно работать, с ними нужно работать, правда, на это нужно время, становитесь независимой от своей мамы. По сути, становитесь взрослым человеком. Вот на этот вопрос отвечать вам. Я предлагаю ответить на этот вопрос вам самому. И если вы решите становиться самостоятельно и работать над собой, то я уверен, что каждый из нас радостно вам поможет. Я имею ввиду каждый из нас психологов я имею ввиду. Вот это я думаю то, что вам можно сказать в ответ на ваш запрос. Потому что мама она не изменит. Мама она еще какое-то время с вами будет. И мама может исковеркать вашу жизнь очень сильно. Если не сказать большего, то она уже исковеркала вашу жизнь довольно сильно. Так не позвольте ей сделать это еще больше, не позвольте ей сделать это еще глубже. ведь жить вам. Понимаете? Поэтому я оставляю выбор за вами. Любой выбор ваш я думаю мы поддержим. В случае выбора остатка с мамой нужно будет понимать, что какие-то аспекты у вас будут всегда, например, слезы и страх громких звуков это не уйдет. Самый что будет постоянно источник отображения будет. Но по факту в этой ситуации тоже можно работать. Но только времени и сил это потребует больше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались пишите в личку я вам помогу. Если вам понравился мой ответ буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Удачи! Продолжение следует...